Россия утверждает, что Украина пыталась убить президента Путина в ночной атаке дронов на Кремль, опубликовав это пока не подтвержденное видео. Киев отрицает причастность. Москва заявляет, что беспилотник пришлось сбить и говорит, что оставляет за собой право ответного удара. Мы смотрели это видео, слушали, что говорит Россия, что говорит Украина. Есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем. Первый, что это в самом деле организованная Киевом атака на самое сердце российского правительства. И абсолютно, если это правда, абсолютно поразительный акт. Как жизнь, ребята? С вами Бенни. Мы накануне Третьей мировой войны, похоже, поскольку в Кремль залетел и взорвался беспилотник. Вот что известно пока что. Откуда этот дрон взялся? Кто им управлял? Мы расскажем, что нам известно и дадим самим решать, но черт возьми, похоже, что мы начинаем Третью мировую войну в замедленной съемке с тупейшими людьми во главе и с худшими условиями для нас. Поскольку США возглавляет парень с деменцией, и, конечно, они уволили Такера Карлсона как раз перед тем, как попытались провернуть такой трюк. Вот кадры, что у нас есть. Самые четкие кадры, что удалось найти с этим дроном. Вот его видно. Летит, а затем происходит взрыв. Эти кадры попали к нам. Это, опять же, кадры циркулируют в интернете. Беспилотник видно довольно четко, а затем, по-видимому, средства радиоэлектронной борьбы взорвали беспилотник. Что это значит? Это своего рода... У Израиля есть такое в рамках железного купола. Там есть электронная... Возможность электроникой взрывать ракеты на подлете. Кадры настоящие? Он прилетел из Украины? Что ж, именно так заявляют русские. Кадры атаки дрона на Кремль, перехваченные средствами радиоэлектронной борьбы. Это по данным Мизес Кокус. Вот мы видим запись. Вот сообщение Disclose TV. Россия заявляет, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью дронов в попытке покушения на Путина. На этих кадрах с другого берега реки можно видеть дым, поднимающийся над правительственными зданиями в России. Опять же, а если бы это был Капитолий в США, каково бы вам было? Вот более четкая запись. Предположительно, снято с мобильного. Это все, что было видно. Тут слышно шум улиц, кадры не столь драматичные, но видно последствия взрыва в сердце Москвы. Еще кадры, еще один ролик и еще видео, уверен, будут появляться. Но вот что еще есть. Тут мы видим этот дрон. И затем он взрывается. Это с другого ракурса. Давайте взглянем еще раз. На кадрах видно, тут видно беспилотник, как он залетает, обведен красным. И затем он взрывается. Какие официальные комментарии? Вот официальный нарратив сейчас. Россия утверждает, что Украина управляла беспилотником, и целью был Путин в ходе атаки на Кремль. Окей, Москва утверждает, что Украина направила два дрона на Кремль прошлой ночью в покушении на Владимира Путина. Российского президента не было в здании в то время. Значит, плохое планирование со стороны украинцев, полагаю, если это так. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не прокомментировала эти претензии. Кремль заявил, что атака была сорвана, никто не пострадал в результате их сбития и разлета осколков, по словам пресс-секретаря. На видео в соцсетях виден дым где-то у Кремля, неясно, где был источник дыма. Что ж, теперь мы знаем, где он был. Все весьма четко видно на видео, в смысле, если это не дипфейк. Тут видно дрон, как при свете дня. Я не эксперт по дроном, но определенно выглядит как что-то вроде дрона-жнец или типа того. И очень хорошо видно, как он взрывается. Опять же, это какой-то дипфейк? Так, запустила ли Россия этот дрон сама, Россия взорвала собственный трубопровод «Северный поток», невозможно понять, где правда. Но, вот что я думаю. Думаю, они сняли Такера Карлсона с эфира, как раз ради этого, для эскалации войны с Россией. Срочно, российские политики призвали уничтожить киевский режим после нападения на Кремль. Что ж, здорово. Все, по-видимому, в полном порядке. Итак, было ли покушение на Путина российской операцией под ложным флагом? Украина отрицает причастность к удару по Кремлю после обвинений Москвы. Россия обвинила Киев в среду в попытке нанесения удара дронами по Кремлю. Заявляется, что в атаке использовались два дрона и их сбили средствами ПВО. Тут мы видим, что у Daily Mail есть эти кадры. Вот они. Daily Mail не хуже других сообщает о таких сюжетах. Огненный шар виден над Кремлем после удара беспилотника. Вам, конечно, известно, что Кремль — центр власти, центр правительства внутри России. Здесь мы снова видим дым, поднимающийся над Кремлем. Итак, знаете, даже не знаю. Украина пыталась убить Путина с помощью дронов, начиненных взрывчаткой, разбившихся в нескольких милях от промышленного комплекса, которые диктатор собирался посетить в Московской области, утверждают немецкие СМИ. Это было три дня назад. И тут показывают этот беспилотник. В смысле, это немецкие СМИ сообщают? Даже не знаю. Похоже на правду, по-вашему? Не знаю. Невозможно понять! Невозможно понять, где правда. Окей, вот у них карта. Невозможно понять, где правда. Вот что сообщает Рейтер. Россия заявляет, что Украина пыталась убить Путина атакой дронов на Кремль. Итак, это, конечно, происходит... Сюжет развивается прямо сейчас, в эти секунды. Представители президента Украины заявляют, что Киев не имеет никакого отношения к инциденту. Это самое серьезное обвинение в адрес Украины с момента вторжения на территорию соседнего государства более 14 месяцев назад. Как только я узнал об этом, я подумал, погодите-ка, украинские генералы заявляли, что хотят провести свои танки по Красной площади. Окей? Значит, Украине поставляют наступательное оружие. Украина находилась в положении обороны. Теперь им поставляют наступательное вооружение. И люди, что руководят Украиной, скажем так, ведут себя вероломно. Особенно в свете таких комментариев. Если глава национальной безопасности Украины добьется своего, война закончится с украинскими танками на Красной площади в Москве. То есть в Кремле. В минувшие выходные Алексей Данилов заявил британской газете The Sun, наши танки будут на Красной площади, и это будет возмездием. Окей. Жесть. Он назвал Путина близнецом Гитлера и сказал, что российский лидер несет ответственность за конфликт и гибель сотен тысяч людей, включая гражданских, женщин и детей и так далее, и так далее. Правительство США официально заявило, что Россия совершает военные преступления, окей. Вот это высокопоставленный чиновник на Украине, который говорит, что теперь время вести наступательную войну против России. И это не фейк-ньюс, это все настоящие цитаты. Есть видео, где этот парень заявляет это, это не фейк-ньюс. Ну а что касается, что касается этого взрыва, блин, кто знает? Кто знает? Это информационная война. Порой она сильнее событий настоящей. Просто почитайте историю войн. Информационная война порой мощнее, чем пушки, пули и взрывы бомб. Информационная война столь же важна, если не более, смотря в каком положении вы находитесь. И опять же, кто подорвал Северный поток-2? Это Путин? Кто запускает дроны по Кремлю, когда Путина там даже нет? Это Путин? Я не знаю. Но в последнее время невозможно сказать, где правда, а люди ответственные за то, чтобы рассказывать нам, что происходит, и быть честными с нами. Не честны. Они лжецы. Джо Байден лжец. Я не доверяю Джо Байдену. От слова совсем. Он весит около 160 фунтов, но в нем не фунт, а правды. Я не доверяю ему. И не доверяю этим лжецам. Так что, стала бы Россия с целью эскалации и окончательного свержения киевского режима запускать атаку беспилотника на свое правительственное здание? Ну а что бы вы подумали, если бы такое случилось в нашей столице, и вы бы увидели над ней огненный шар от дрона противника? Это что, должно вдохновлять и раззадоривать русского медведя, как говорят? Даже не знаю. Но вот что я знаю. Это... Это точно не дипфейк. Это не дипфейк. Вот беспилотник, и вот его взрыв. Что-то взорвалось над Кремлем. Окей? Что-то взорвалось над Кремлем. И теперь... Будут дальше нагнетать страх? Не знаю. Но вот что я знаю. Моя последняя мысль. Знаете, мне нравится изучать войну. Изучать военное время. Я не считаю себя экспертом. Я просто... Одержим подкастами о военном времени. А второй мировой и первой мировой, особенно этими двумя. Первая мировая началась, потому что во главе великих наций стояли наитупейшие люди. Вот что пугает меня до чертиков. Не взрыв мелкого дрона. И не подрыв трубопровода. Все это приводит нас к такому выводу. Крайне важно, чтобы уравновешенные, спокойные, разумные люди отвечали за подобные моменты. А у нас их нет. У нас люди, у которых мозги совсем не работают во главе сейчас. А это приводит к катастрофам в подобных ситуациях. И вот, вот что пугает меня до чертиков. Вот что меня до смерти пугает. Живу в городе Тампа, Флорида. Тут большая военная база. Никогда не видел столько военных самолетов, чтобы столько реактивных истребителей пролетало над домом. Начинают меня беспокоить. Наитупейшие люди. И они выгнали единственного человека. С действительно ясным мышлением. Такер Карлсон. Может его выгнали с ТВ как раз для этого? Сообщается, что Мердок позвонил Зеленскому перед тем, как сделать это. Зеленский сказал им выгнать Такера. И они это сделали. Есть такие слухи. Молюсь о мире. И молюсь, чтобы у людей был здравый рассудок в таких ситуациях. Надеюсь, Господь услышит. С вами был Бенни. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok